Всем привет! Сегодня у меня на обзоре очередной фонарь от Fenix Fenix PD36R И прежде чем начать рассказывать про этот замечательный фонарь А он действительно замечательный, поверьте мне Я хочу сказать несколько слов про то, почему у меня этот фонарь появился Ну, короче, минута предыстории С 2015 года мой основной ручной фонарь был Fenix PD35 Этот фонарь в его самой первой модификации, если не ошибаюсь, у него яркость 800 люмен И покупая его в 2015 году, я особо не заморачивался Просто купил на тот момент самый яркий и самый компактный фонарь из того, что было Ну, буквально случайно мой выбор пал на Fenix, вот на эту модель Я не хотел фонарь No Name, мне хотелось известной марки фонарь В результате у меня появился PD35 И как потом оказалось, совершенно не целясь, я попал в десятку Я купил фонарь оптимальный для своих нужд, как по эргономике По функционалу, по качеству В общем, по всем, пожалуй, характеристикам, которые можно собрать В совокупности для меня оказался настолько идеальный вариант, что этот фонарь мне пять лет прослужил основным И не было мысли о замене Эксплуатировал я фонарь очень жестко Помимо того, что обычные пешие походы, охота, рыбалка Он у меня еще эксплуатировался как подствольный на подводном ружье Я с ним нырял, погружался достаточно глубоко Хотя фонарь по инструкции для этого не предназначен Но, тем не менее, он спокойно там нырки до 10 метров выдерживал Кратковременно, естественно И никаких у меня проблем не было За пять лет с ним не случилось ничего Не протерлась резинка на вот этой вот кнопке переключения режимов и на основной кнопке Ни разу я не менял здесь прокладки Посмотрите, как выглядит покрытие Такое впечатление, что я фонарем практически не пользовался Вот все царапины вот здесь вот на этой насечке Они появились исключительно из-за того, что куда-то, когда фонарик крепишь Ну, все-таки здесь какое-то трение создается Вот по этому фланцу тоже небольшое есть микроскопическое повреждение какое-то покрытие Потому что здесь клипса Клипса крутится периодически, как-то смещается Ну и, естественно, немножечко здесь натирает Хотя, посмотрите, вот даже здесь видно Что несмотря на то, что вот, видите Клипса крутится Следов практически на покрытии она не оставляет Ну, за пять лет, мне кажется, совсем несущественные проблемы Поскольку в течение пяти лет я этим фонарем пользовался очень активно Естественно, многие мои знакомые и друзья это видели И как результат у них, у многих появился вот этот фонарь Это тоже Fenix PD35, но его следующая модификация Видите, здесь уже кнопка металлическая, переключение режимов Он немного ярче, чем первая модификация И у него такая тактическая коронка, в отличие вот от этого То есть ребята из Fenix умудрились улучшить вот этот практически идеальный для меня фонарь Вот до такого состояния Но у меня никакого желания менять этот фонарь на этот не было Для меня эти улучшения не были какими-то глобальными Как только я увидел, что вышла модель у Fenix PD36R Мне сразу стало интересно, является ли 36-й наследником 35-го Чем отличаются Посмотрев на характеристики этого фонаря, почитав его описание Я сразу понял, что этот фонарь для меня будет очень интересен И если уж переходить со старого моего 35-го куда-то То переходить именно вот на 36-й И сейчас расскажу почему По форм-фактору своему фонари 35-й и 36-й серии практически идентичные И разницу в размерах можно определить только если будете измерять Посмотрите, 36-й буквально чуть-чуть побольше в диаметре По длине практически они идентичны И это очень здорово, потому что компактность и легкость Это одно из достоинств, которые есть у этого фонаря Но достоинства этим не исчерпываются Фонарь PD35 работает от горячо любимых нами элементов 18650 Классные элементы, очень хороший стандарт Но появились они достаточно давно И прогресс не стоит на месте И видимо на смену 18650 приходит новый стандарт 21700 Маркировка цифровая этих батарей произошла от их габаритов То есть 18 диаметр, 650 длина Так же как и в этом варианте 21700 Разница не такая уж и драматическая, посмотрите, да? А 3500 мАч максимум 18650 или 5000 мАч в 21700 Ну разница по емкости достаточно большая И то, что фонарь PD36 работает от элемента именно 21700 Это одно из многочисленных его достоинств С одной стороны у меня достаточно большой парк Есть батарей 18650, есть зарядки для 18650, ну есть все что нужно А батарей 21700 у меня пока еще нет Ну точнее есть уже три штуки Но это довольно мало И зарядников у меня нет специальных Да и опыта обращения у меня с ними еще пока никакого нет И вроде как бы переходить не хочется на новый стандарт Но с другой стороны у литиевых батарей у этих У них есть срок жизни И они не вечные, к сожалению И поэтому в принципе по мере износа одних аккумуляторов Есть смысл присматриваться Ну на мой взгляд к аккумуляторам вот этого более крупного стандарта Управляется Phoenix PD35R максимально просто Две кнопки Хнопка на хвостовике включает фонарь Включается он в последнем режиме, в котором был выключен Ну то есть есть память режимов И вот этой вот кнопкой в передней части переключаются режимы Минимальный режим 30 люмен Слабый режим 150 люмен Средний режим 350 люмен Сильный режим 800 люмен И турборежим 1600 люмен Если фонарь включить И зажать кнопку переключения режимов Фонарь переходит в режим строп Вот такой вот Строп рваный Понятно, что может использоваться для подачи сигналов Но и в том числе может использоваться для самообороны Не знаю насколько вот этот вот строп имеет действительно прикладное значение Не хотелось бы проверять Ну такая возможность есть И что мне нравится в режиме строп То, что он работает на максимальной яркости 1600 люмен При первом включении фонаря Индикатор в кнопке переключения режимов Показывает уровень заряда батареи Казалось бы, индикатор заряда батареи Это мелочь В некоторых ситуациях это совершенно не так Если у вас какое-то длительное ночное передвижение Или еще какая-то там активность При которой наличие фонаря критично Знание заряда батареи актуального Для вас равнозначно душевному спокойствию Уверенности и отсутствию каких-то лишних волнений А это в свою очередь безопасность Зная оставшийся заряд батареи Вы можете совершенно нормально спрогнозировать Оставшееся время работы в данном режиме Если вы понимаете, что вы не укладываетесь по времени То просто понизите режим И в результате не останетесь без света Или не останетесь в самом-самом нижнем режиме Когда движение уже будет для вас некомфортным Так что, на мой взгляд, индикатор заряда не нужно недооценивать В фонаре PD35 его не хватало И только из-за этого я всегда с собой носил избыточный запас батарей Как я уже говорил, в моем PD35 покрытие очень качественное И вот оно такое немножко матовое В PD35 тактической версии оно тоже такое немного матовое В PD36 покрытие немного более глянцевое Черный цвет более глубокий Не знаю, насколько это хорошо или плохо По дизайну не вижу никакой разницы Только с течением времени можно будет точно сказать Будет ли покрытие настолько же устойчивым Настолько же качественным, как и на старых моделях Я этим фонарем пользовался пока еще недолго Сейчас весна, появился он у меня в конце осени Каких-то сверхъестественных нагрузок он пока еще не испытывал Я с ним еще пока что не погружался Особо не ронял Фонарь PD35 не имел зарядного устройства встроенного Фонарь PD36R имеет встроенный USB порт с разъемом Type-C Что позволяет заряжать его от любой USB зарядки Это очень классно У меня через встроенную зарядку Вот такой вот аккумулятор на 5000 мАч Принял в себя 26 Ватт-часов И заряжался он в среднем где-то током 2,4 А В принципе это нормально Ну, чуть меньше чем 2,5 А Но по крайней мере точно больше двух Очень хорошие эффективные зарядки, на мой взгляд И очень классно, что здесь разъем именно Type-C Ну, это прям очень хорошо Спасибо большое Фениксу за это И отдельное спасибо хочу сказать за то, что в данном фонаре В отличие от некоторых и других моделей Отлично продумана заглушка Посмотрите Толстая Открывается вот таким вот образом С вот таким вот фиксатором Очень удобно закрывается Очень элементарно открывается Дизайн заглушки такой, что никаких проблем При убирании в чехол Заглушка не создает Она не хочет ни оторваться, ни открыться Узел очень хорошо продуман Еще одно из интересных новшеств этого фонаря Это вот такая вот достаточно хитрая форма клипсы Посмотрите, да Она как бы S-образная такая Под латинскую букву S И что это означает? Это означает, что клипсу можно крепить как вот так к снаряжению Так и вот так к снаряжению Наличие такой вот двунаправленной клипсы Делает крепление более универсальным, более комфортным И более разнообразным Само применение фонаря В клипсе два отверстия Можно крепить какие-то шнурки и темляки Как-то страховать фонарь Клипса в меру жесткая И в меру эластичная То есть вот По тому, как клипса на растягивание реагирует Хочу сказать, что вот такую клипсу я бы и хотел Я бы не хотел, чтобы она была туже или мягче Для сравнения, на PD35 клипса вот такая, самая простая, как на авторучке И между прочим, тоже хочу заметить, что здесь она жестче И это ни к чему Клипса, естественно, вращается Устанавливается только вот таким вот образом Ну, то есть крепление ближе к хвостовику Перевернуть ее нельзя Просто потому, что здесь фрезеровка такая на фонаре сделана Что уже так комфортно, клипса сюда не встанет Клипса съемная, естественно Есть несколько замечаний По эргономике у этого фонаря И они все тянутся от 35 модели Ничего не изменилось Когда вы используете фонарь в перчатке Вот эту вот кнопку переключения режимов На ощупь определить очень сложно Нащупать ее практически невозможно И это один из таких эргономических косяков этого фонаря Тянется он в 35 модели Мне это не нравилось У меня одно время был период, когда я очень много ходил ночью И для меня было критично переключать режимы оперативно Выход из этой ситуации следующий Вы каким-то образом позиционируете клипсу Либо ее ставите напротив кнопки переключения Либо наоборот ее ставите с другой стороны напротив кнопки переключения И вы понимаете в перчатке вот тактильная на ощупь Если вы взяли фонарь вот так То кнопка у вас останется вот здесь Это выход такой, знаете Напоминающий костыли Потому что клипса вращается И в конце концов В общем-то она смещается От постоянного использования И приходится следить за ее положением Второй недостаток этого дизайна Это то, что фонарь не стоит вот так на хвостовике Не знаю, что мешало бы сделать Здесь вот такую коронку выступающую фениксу Для того, чтобы можно было ставить как свечу фонарь на стол На какие-то поверхности Например, для ПД-35 у меня есть рассеиватель Очень удобно фонарь светит Можно его вешать Он освещает большое-большое пространство Но периодически мне бы хотелось Чтобы была возможность его поставить вот так в виде свечи И такой возможности нет Ну тоже вот это вот учитывайте Еще есть один недостаток у этого фонаря С моей точки зрения И это не недостаток дизайна Это скорее недостаток уже продуманности управления Кнопка переключения режимов Всегда переключает режимы в одном направлении вверх И если вы хотите, например, из режима High Переключиться в режим Mid В средний То сначала вы переключитесь в Turbo Потом вы переключитесь в ECO Потом вы переключитесь в LO И потом вы переключитесь в MED Вообще это не очень удобно И, конечно же, напрашивается Переключение режимов двумя кнопками Плюс и минус При активном каком-то движении Начнем с этим фонарем Намного было бы комфортнее Ну, не знаю, с чем связано Вот такое вот ретроградство И именно желание не менять ничего в алгоритмах управления Ну, сложно сказать Вот три вещи, которые мне в этом фонаре не нравятся И которые делают этот фонарь, ну, не идеальным на 110% Вот когда вы меня сейчас слушаете Вы, естественно, делаете скидку на то, что я доношу до вас свое исключительно субъективное мнение У меня свои критерии оценки У меня свои требования У вас они могут быть свои И отличаться они могут достаточно кардинально от моих Поэтому мой обзор это не какое-то резюме И какая-то обобщенная информация для принятия решения Это не более чем информация для размышления Для того, чтобы вы могли построить некую свою логическую цепочку Которая вас уже приведет к какому-то правильному решению К правильному выбору Ну, в данном случае об этом фонаре Давайте посмотрим, как фонарь светит Очень яркий центральный спот Прекрасно подходит для поисковых работ Вокруг центрального спота Большое пятно засветки С очень четкими границами Очень комфортно делает передвижение Давайте посмотрим, как организована стабилизация режимов в этом фонаре И сколько по длительности эти режимы функционируют У меня отсутствуют технические средства для измерения светового потока Но освещенность я измерить могу обычным люксометром От освещенности перейти к световому потоку Нормируя просто по максимальной величине Понятно, что метод такой очень условный Но для качественного понимания процессов он вполне нормальный Здесь мы видим, как три фонаря 35, 35 тактика и 36 В турборежиме себя ведут Видно, что фонари 35 серии застабилизированы жестко Световой поток не меняется Практический график идет как по линейке А у 36 сразу же начинается в турборежиме падение За 5 минут падает с 1600 до 995, до 1000 считайте Дальше еще 2 минуты держится на 1000 И продолжает он падение В течение 7 минут падает до примерно 800-850 Дальше еще 15 минут примерно держится на этом уровне Падает еще до 722, ну примерно, наверное, это 700 И дальше продолжается И вот на этом графике мы можем увидеть, что происходит дальше Вот здесь вот видно, да, что 2 часа 11 минут Световой поток держится в районе 700 люмен И дальше все падает И падает до значения 17 люмен И дальше до 9 часов продолжается в этом режиме свет И потом все выключается Здесь видно, что фонарь 36R мне удалось в режим turbo подряд вывести Раз, два, три, четыре раза Причем четвертый раз он уже вышел не на 1600 люмен А где-то в районе 1000 почему-то И дальше уже выходить в пятый раз не захотел режим turbo Возможно, я делал недостаточно длительные паузы Фонарь не успевал остывать Видите, пауза у меня здесь в районе 35-37 Час 0.03, час 0.09 Где-то 6 минут, здесь 3 минуты Один из основных рабочих режимов 800 люмен Запускаем с 800 люмен Где-то за час 15 падение до 770 Практически незначительное Дальше идет падение сразу же на 400 люмен примерно И фонарь продолжает в этом режиме светить еще практически 5 часов После чего падение в минимальный режим И дальше уже в минимальном режиме продолжается свет Режим 350 люмен Это второй, я бы сказал, основной режим работы фонаря Видно, да, что если начинать с этого режима То стабилизация практически идеальная В 8 часов четко держится этот режим Дальше идет падение в район 100 люмен Дальше фонарь продолжает еще 5 часов светить в режиме 100 люмен И дальше уже падение идет в минимальный режим 20 люмен После чего здесь на отметке 15 с чем-то часов он выключается Режим 2, 100 люмен 27 часов 15 минут И потом резкое падение Четкая совершенно стабилизация в этих режимах слабых Минимальный режим эко 15 люмен 75 часов у меня получилось непрерывное время работы Фантастические какие-то значения Конечно, и измерить их достаточно непросто Потому что в приборах садятся батарейки В приборах начинают какие-то сбои происходить Получается, что делаешь серию измерений Их складываешь Поэтому в этом режиме измерения у меня достаточно большая Может оказаться погрешность Подводя некий итог Турборежим заявлялся производителем 1600 люмен И время в турборежиме 2 часа 50 минут Я думаю, что никто реально этих характеристик от фонаря не ждал И я в том числе У меня получилось запустить турборежим подряд 4 раза В среднем турборежим держался по 5 минут И стабилизацию в турборежиме вы видели Фактически стабилизации никакой нет Прямое падение И тем не менее, это результат нормальный Совершенно и на практике Этим режимом пользоваться будет достаточно комфортно Я это знаю совершенно точно Режим Hi800 люмен Заявленное время работы почти 6 часов По факту у меня получилось 1 час 41 минута И тут тоже я не хочу вдаваться в какую-то критику бесполезную Да, конечно, производителю выгодно задекларировать Какие-то сумасшедшие сроки работы В каких-то ядерных режимах совершенно Но мы понимаем, что физически это невозможно Ни один фонарь ручной подобных габаритов Не будет светить практически 6 часов с яркостью 800 люмен То фактическое время работы 1 час 40 минут Очень неплохое И на практике это означает достаточно комфортная работа с фонарем Средний режим 350 люмен Заявленное время работы 8,5 часов Время работы замеренное 8 часов Все идеально совпадает, на мой взгляд Тут уже законы маркетинга уступают законам здравого смысла Наконец-то и время работы с декларированным производителем Совпадает с фактическим временем работы Мне очень нравится, когда цифры совпадают Минимальный режим заявлен 26 часов У меня получилось даже немного больше Прекрасно Эко-режим 30 люмен Заявленное время работы 115 часов У меня получилось 75 часов Честно говоря, слишком большие интервалы измерений У меня могли быть тут, конечно, какие-то ошибки по времени Поэтому спокойно отношусь к этой разнице Вряд ли это какой-то обман Серию измерений проводить мне не хотелось Таких длительных Не считая, что это на практике Разница означает какое-то существенное расхождение Контакты внутри позолочены В хвостовике стоит пружина В передней части контакт не подпружинен Может быть, хотелось бы пружину из двух сторон Но опять же, как есть, так есть Какие можно сделать выводы по этому фонарю С моей точки зрения фонарь просто замечательный Использование нового формата аккумуляторов Дало возможность увеличить автономное время работы Встроенная зарядка с нормальным современным Type-C разъемом Делает использование фонаря более комфортным и более универсальным Если вы его куда-то берете в поездки Есть возможность не тащить с собой зарядку специальную А просто стандартным кабелем От стандартной USB-зарядки этот фонарь заряжает Ну классно же, классно Индикатор уровня заряда С одной стороны это мелочь С другой стороны эта мелочь может быть достаточно критичной Ровно настолько, чтобы становиться каким-то элементом, влияющим на безопасность Клипса нового дизайна Интересный дизайн Какие-то новые возможности На практике я их еще не оценил Но явно хороший шаг в нужную сторону Шикарные материалы Отличное качество изготовления Это, в общем-то, для феникса традиционно Да, присутствуют какие-то недостатки Но, к сожалению, очень мало вещей идеальных в этом мире Может быть, их вообще нет Поэтому, да, они немножко огорчают Немножко портят впечатление И слегка сбивают, так сказать Вот такое вот радужно-восторженное настроение Но, тем не менее Недостатки, хоть и присутствуют Но они критичные И в результате вы к ним привыкнете Ну, так же, как и я привык И, ну, в конце концов Просто перестанете обращать на них внимание Набор режимов То, что нет режима Moonlight Там один или два люмина Ну, на мой взгляд Это тоже, наверное, можно отнести к недостаткам Для кого-то наличие этих режимов, я знаю, очень критично Для меня не слишком критично Но, тем не менее Я бы хотел, чтобы они были Исходя из всего уже сказанного Напрашивается вывод такой Что фонарь очень достойный И подойдет он очень многим Универсальность его на высоте И спектр применения его, ну, крайне широк Поэтому, если рассматриваете В ближайшее время покупку ручного фонаря Я бы на вашем месте На ПД-36ер обратил очень пристальное внимание Надеюсь, что было интересно Если понравилось, ставьте лайк Подписывайтесь на канал Не забывайте включать колокольчик Для того, чтобы быть в курсе моих новых видео Надеюсь, что будет еще много всего интересного Спасибо большое за просмотр До новых встреч Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»